МИР, ТРУД, МАЙ У каждой колонны были свои отличительные знаки – яркие шары, цветы, флаги. В таком позитивном настроении участники шествия прошли всю дистанцию. На финальном этапе их ждали развлечения и концерт на площади. Несмотря на бодрую температуру воздуха и моросящий дождь, горожане веселились, скандировали речевки и согревались танцами. Настрое у меня отлично. Я шла в колонне, в карензального центра. Ну, я остановилась на площади просто погулять. День, конечно, пасмурный, но на душе очень, очень весело. Все мне ясно стало теперь. Сколько лет я спорил судьбой ради этих детей с тобой. Со сцены звучали слова поздравления, а также песни из любимых советских фильмов. Артисты радовали жителей и гостей Владивостока и за кулисами. Очень сказочно, очень радостно, по-весеннему. Как обычно, по-владивостокски немного холодно, но здорово. Да, хочется пожелать хорошей погоды Владивостоку, побольше солнышка. Тепла. Света. С праздником! Приморцы смогли также подготовиться и к предстоящей гонке героев. Им предложили посоревноваться в силе и ловкости, проверить свою выносливость. Всем желаю крепкого здоровья, бодрости духа, сил и приходите на гонку героев 7 июля, поддерживайте нашу спортивную здоровую активность. Для участников праздника были организованы фотозоны, где жители и гости приморской столицы смогли сделать красивые кадры на память. От сердца, от души хотим выразить благодарность за администрацию, за то, что дали нам такую возможность. И хочу поздравить жителей Приморского края и города Владивостока в частности. И намерены в дальнейшем и 9 мая тоже принимать участие в более широком составе. В Российской империи 1 мая, как день международной солидарности трудящихся, впервые отметили в 1890 году. И эта традиция жива и по сей день. В этом году в Первомайском шествии приняло участие около 30 тысяч приморцев. Дмитрий Беломеснов, Алексей Заровный, Новости на Восьмом.